Здравствуйте, друзья мои дорогие. Сегодня открою для вас тайну того, какие люди живут среди нас. А именно, среди нас живут натуральные хамы. И я покажу вам, откуда вообще появилось такое название и определение для некоторых людей. Хам, хамло, хамовиты. Мы понимаем, что хам – это человек, который способен творить разные мерзости. Но очень редко кто из людей, живущих на земле, понимает, откуда вообще пришло это выражение – хам. Для того, чтобы мы поняли, кто такой хам, и что среди нас живут прямые потомки хама, мы должны обратиться к Библии. Итак, начнем. Первая книга Моисеева, Бытие, 9 глава. Итак, дело было после всемирного потопа. 18 стих говорит «Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Офет. Хам же был отец Ханаана. Сеи трое были сыновья Ноя, и от них населилась вся земля». Под словом «вся земля» подразумевать можно разные вещи, но это другая тема. Я же считаю, что вся земля, именно та земля, которая была выделена Богом Ноя, для Ноя и для его потомков. Потому что все остальные народы мира происходили уже от других богов, так как народы происходят именно от богов. И эти знания имели древние. Даже Библия учит о богах, а не о боге в одном лице. Итак, Хам был сыном Ноя. И что же этот Хам сделал? Что до сих пор его имя несет нарицание. А оно несет не только нарицание. На некоторых людях оно несет отпечаток на уровне их энергетики, на уровне их физиологии. Несет до сего дня отпечаток. Потому что среди нас живут дети Хама, потомки Ханаана. Запомните это имя Ханаан, который был сыном Хама. Мы увидим происхождение Хама и вы, точнее Ханаана. И вы будете легко шокированы. Обещаю вам, что ни один богослов и ни один пастор вам этого не откроет. Смотрим. Ноя начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил вина. И опьянел. И лежал обнаженным в шатре. И увидел Хам, отец Ханаана. Еще раз подчеркиваем Ханаана. Наготу отца своего. И выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом. Покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад. И они не видели наготы отца своего. Мы подчеркиваем это слово. Нагота отца. Дальше. Ной проспался от вина своего. И узнал, что сделал над ним меньше сын его. Ну, то есть, сын его опорочил своего отца. И это не то, о чем подумали вы. Дело было намного хуже, чем опорочивание отца физически. Как об этом говорят некоторые проповедники. И сказал, проклят Ханаан. Знаете, я всегда удивлялся. Грех сделал хам. А почему же проклят Ханаан? А не хам. То есть, сын хама. Вопрос, откуда появился сын у хама. Раб рабов будет он у братьев. Ну и так далее. Теперь раскрываю вам всю фишечку. Откуда появился Ханаан? Смотрим дальше. Так, Левит. 18 глава, 18 стих. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. То есть, нагота жены твоего отца, это твоя мать. И открывающий наготу жены отца, открывает наготу отца. Так вот, хам открыл наготу отца. Он переспал со своей матерью. От этого инцеста родился Ханаан. Далее, второе местописание для подтверждения. Левит, 20.11. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего. А теперь смотрите. Эти потомки Хама, они же дети Ханаана, живут среди нас. И эти люди, хамовитые, способны на всякое мерзкое зло. Причем они очень религиозны, точно так же, как религиозен отец их дьявол. И про отец их Каин. Каин был очень религиозный. Правда? И убил брата своего. Очень был лукав и хитер Каин. Сын дьявола. Такой же сын дьявола, как и хам, от которого родился Ханаан. Эти люди живут среди нас. И мы должны быть очень аккуратны. Потому что они способны на всякое зло и мерзость. Недаром про потомков Хама говорит в Евангелии Иисус. Ваш отец дьявол, и вы ищете убить меня. Первый признак детей Хама – это того, что они желают кого-то убить. Они готовы из-за своего тупого фанатизма даже переступить через родную мать, как это сделал их про отец Хам. Они готовы на самую низшую и гнусную подлость. При том, они могут являть себя в виде ангелочков света, быть такими набожными и религиозными. Но это то же самое, как змея, которая тайком войдет в жизнь и ужалит вас из-под тишка. Вот такие они – дети Хама. Их очень много. Они пасутся очень набожны, как и прапапа их Каин. Хорошо сказал о вас Иисус Христос, что вы – дети дьявола, и всегда ищете кого-нибудь убить. Вот так низкочастотное придет вам в свое время ваш конец. Все зло, которое вершили вы во имя Бога, все зло придет на ваши головы. В конец вы охамели, божьи дети. Свою религиозность, свою суть и зло свое вы и показали всем на свете. У вас же по уши и по локти в крови. Вы ходите, как звери на планете, нещадно истребляя все вокруг. Какие же вы нафиг, божьи дети? Вы – выродки, сыны проклятия. Сыны проклятия, как написано в Писании. Про вас же там все сказано сполна. Кто вы такие, ваша суть и ваша жадность. Вся ваша злость убьет однажды вас самих. И в этом суть. Вот так. Прощайте и живите в свою волю. Но знайте, что за все придется вам сполна платить.